Первым кандидатом, кто примет участие в предварительном голосовании праймари, стал министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдин-Цурунов. В исполкоме «Единой России» он подал все необходимые документы и прошел регистрацию. Находясь на должности министра спорта, я, конечно, решал многие задачи, которые стояли не только перед отраслью физической культуры и спорта, а также по другим направлениям деятельности различных сфер экономики нашей республики. Полномочия депутата Государственной Думы однозначно помогут решить ряд многих вопросов для нашей республики, как в законотворческой сфере, так и в сфере других направлений. А вот глава Бурятии Алексей Цыгенов в самое ближайшее время возглавит региональный список партии «Единая Россия» на выборах депутатов Нижней Палаты Федерального Собрания. Почти со стопроцентной вероятностью я возглавлю региональный список, поскольку я являюсь секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», поэтому было бы странно, если бы я от этого бы уворачивался как-то. Поэтому я намерен возглавить список от «Единая Россия» на выборах. И мне как «Праймарис» не нужно проходить по положению, но все, кто помимо меня будут в список ходить, они будут проходить процедуру «Праймарис». В процедуру «Праймарис», чтобы стать кандидатом в Государственную Думу, принимают не всех граждан. У партии «Единая Россия» есть ряд ограничений. Человек не должен быть судимым или не привлекался по административным статьям, по тяжелым административным статьям. Второе. У потенциального кандидата не должно быть второго гражданства, он должен являться гражданином России. И третье. Это отсутствие счетов за границей и ряд других ограничений, связанных с наличием избирательного права у человека. В партии «Единая Россия» прием документов от кандидатов для участия в предварительном голосовании проходит до 29 апреля. С одном Ирденеев, Сергей Шарыпов. Новости дня.